добрый день добрый день здравствуйте 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 есть ли желающие да группа номер пять хочет сегодня выступить давайте давайте прежде чем выступить у меня вот две таких вопросов будет когда я буду говорить рассказывать презентации а можно ли переключиться на vs код и показать код да конечно конечно вот и второй вопрос на я вот прочитал на у меня у меня где получается 25 минут презентация если я очень подробно буду рассказывать код хорошо ли это или поверхностно нет я думаю что так долго не нужно презентацию хорошо хорошо разговаривали сев да в общих чертах просто потому что у нас получилось если что потом в конце вопрос и там поясним ладно презентация включаю да давайте да это у нас этап какой это у нас там 3 3 3 до нет четвертый как четвертый у меня уже нет это третий этап четвертую на следующем так давайте тогда начнем а еще раз здравствуйте это все вот нердоши все вот райжендер я презентую я презентую проект группу по группе номер пять с проектом работали анастасия сопина лобов михаил и не души все вот давайте начнем прежде чем а начать третий этап я бы хотел поговорить по поводу предыдущих этапов что мы там делали чтобы в общих чертах мы понимали а что в третьем этапе нам нужно сделать то есть в первом этапе у нас мы рассматривали задачу эпидемии а вот и нам надо было сделать модуль модули где мы будем рассматривать прогнозированные инфекции разработка стратегии вакцины и контроль который распространение болезни и в этом же в первом этапе мы выбрали модуль сир это у нас это у нас модель расшифруется со септибал инфекция инфекция инфекции выздоравливающих и мы также в первом этапе проговорили о формуле и эти формуле мы будем сегодня показывать как мы выбрали это в нашем коде во втором этапе а мы мы показывали алгоритм вот и немножко коснулись по поводу языка джулия почему его мы его использовали давайте начнем тогда с этого джулия то у нас программа очень хорошо оптимизирована по математике то есть решение каких-то задач и в этом и в джуле есть множество библиотек и из них которые нам сегодня понадобится это дефрэнши ликвейшинс и в библиотеке дефрэнши ликвейшинс а есть очень хорошая функция называется о да проблем что эта функция делает эта функция эта функция принципе как бы делает цикл и выводит выводит данные именно которые нам нужно то есть давайте посмотрим как какой синтакс чтобы было более понятнее синтакс о да проблем мы видим комбо кейс это у нас функция на котором мы хотим использовать воды проблем с ю 0 это у нас переменные то есть у нас данные записан и очень важно это тест спан это у нас получается время то есть время промежуток времени который он будет работать с циклом то есть в нашем в нашем в нашем примере мы используем от 0 до 2500 дней то есть он будет именно циклить 2500 дней и по комбо это у нас будет тоже опять опять таким переменной где будет передаваться коэффициенты альфа и бета давайте еще поговорим по 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 библиотеке плот а плот мы используем чтобы вывести графики вот и она очень тесно интегрирована в джулия с с библиотеки differential equations вот то есть он каждый промежуток времени показывает показывает это в графике что очень очень даже хорошо выступим воспринимали визуально хорошо хотелось бы маленькое дополнение по поводу библиотеки differential question мы из всех алгоритмов которые мы изначально рассматривали когда проектировали задачу выбрали именно этот способ решения так как у нас алгебра дифференциальное уравнение вот и это влияет на общее количество особей которые у нас существуют соответственно смогут быть отклонения и именно при решении данной задачи через differential question мы не так сказать нивелируем эту проблему и получаем точное решение без потери особей или наоборот при да спасибо что дополнила ну давай теперь поговорим о наших параметрах который мы используем изначально то есть n это у нас общее количество особей и это у нас количество зараженных изначально мы ставим это как 700 это у нас количество выздоровевших и с это у нас количество здоровых которые еще не болели но могут заболеть ну и без иммунитета альфа и бета как я ранее говорил это у нас коэффициенты заболевания и коэффициенты выздоровления крит и то есть критическая и мы используем какую чтобы понять какую фазу мы будем использовать в нашем коде а ю 0 это у нас лист где мы записываем все наши данные это у нас с ай и а ну и тспн тспан я уже об этом поговорил что это у нас промежуток времени а в который мы будем это все просчитывать давайте пройдем дальше давайте поговорим о первой фазы первой фазы это когда это у нас меньше критического значения и чтобы было наглядно понятно давайте перейдем в наш джулия код в сход и мы и мы видим что вот про данные которые мы сейчас поговорили и вот у нас первая фаза что тут происходит мы взяли лист под названием а1 и туда записали инфекционные наши инфекционные и наши выздорове и также дали переменную где мы записываем альфа и бета так как в первоначальном у нас альфа ноль и я об этом еще поговорю и ну и дальше конечно мы используем годы проблем о д проблем на первую функцию то есть на первую фазу которую мы сделали ну и об этом об этих переменных мы уже поговорили то есть в первом фазе что происходит а когда это меньше критическое и тогда получается что зараженные они а как бы изолированы от наших выздоровевших они выздоровевших а от особи которые здоровы и не болели то есть получается что что у нас и заболевших 700 которые изначально больших случаев заболеваний не будет и это будет и они только будут идти в упадок и со временем у нас столько будет проваляться выздоравливающие давайте посмотрим как это мы реализовали в нашем коде вот у нас первая фаза тут у нас переменные переходит из и из из функций в из изначальных параметрах в функцию и это у нас ду и у и у п и т что какие что означает это у и ду у нас означает лист лист а1 где мы записывали инфекционных и выздоровевших п это у нас коэффициенты и т это это у нас время что тут получается получается что мы в п записываем наш коэффициент b коэффициент а у нас 0 так как а у нас нету зараженных новых инцидентов заражения потому что они изолированы те заболевающие б это у нас коэффициент выздоровления то есть из из людей которые заболевали болеющие они выздоравливают и вот внизу у нас вот такой вот логическая спочка д у 1 до 1 это у нас число заболевших то есть один это в джюлье у нас используется как начало начало листа в 1 вот и до 2 а это у нас число выздоровших вот то есть что получается сестра заболевших мы вычитаем число а число сначала заболевших умножаем на коэффициент выздоровших то есть это получается у нас число выздоровших мы вычитаем из заболевших и также мы дальше прибавляем эти число заболевших а число и просить число выздоровших уже в до у 2 где у нас есть число именно выздоровших и выздоровших вот и у нас получается вот такая вот графика то есть люди которым тут меньше становится нас число инфицированных вот но и соответственно они выздоравливают и выздоровление у нас уходит вверх до тех пор пока инфицированных у нас не дошли до нуля и выздоровших не дошли до числа инфицированных изначально а вот во втором фу втором фазе у нас мы смотрим когда это это больше критическое то есть тут получается что число то есть люди которые у нас здоровые они тоже начинают тоже болеть потому что инфицированные они не изолированы вот и то есть тут мы уже берем видите число выздоровших число здоровых инфицированных и у нас выздоровших и также коэффициент а и б и то же самое мы в принципе как проговорили в фазе первым переходит эти числа у нас в функцию фазу вторую вот мы записываем тут а и б простите вот он а и б и в п и дальше мы проделываем практически то же самое д у 1 это у нас число здоровых людей до 2 это у нас число инфицированных до утри это у нас число выздоровых поэтому что у нас тут происходит мы д у 1 это у нас здоровые люди умножаем на умножаем на альфу то есть коэффициент 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 сейчас скажу я чуть-чуть прерву тебя вот во первых попрошу вернуться к презентации потому что у нас это было да и в общих чертах у нас он все правильно рассказывает мы уже об этом говорили в прошлых наших работах мы используем как раз таки все дифференциальные уравнения из нашей модели сир и просто вот их записываем формате для данных функций которые мы создаем вот как раз таки вот тут второй случай о котором он же начал говорить то есть вот тут просто дифференциальные уравнения модели переписано в таком виде где у нас вот есть изменяемые наши вот эти ду и также вот наша у 1 2 и соответственно это значение то есть то есть мы конечно же используем публики по дифференциальных квейшенс и это и значит у нас что мы это как бы дифференциальные уравнения дело вот в принципе давайте тогда дальше ну это понятно мне кажется вот и третье третий фаза у нас у нас будет комбинированная это мы проговорили уже про первый про второй тут единственное мы будем смотреть какой из них применять то есть тут мы будем смотреть именно критическое и вот если если у нас и больше чем критическое и мы смотрим именно вторую фазу а если наоборот то первую фазу вот логическая щепочка остается тоже самое но и мы выйдем графику что у нас вначально у нас с это здоровые люди их много а и людей которые выздоровели их мало что происходит в этом случае у нас инфекция инфекция начинает распространяться к очень быстро вот до такого степени пока у нас а наши выздоровшие не станут больше и количество здоровых людей не станет меньше если это такое случая станет то инфекционная инфекция у нас будет снижаться и до такого степени пока здоровых пока здоровых людей не окажется нулевом то есть все переболели и у нас это будет уже равняться максимально число 7777 которые было изначально вот и на этом я заканчиваю этап номер три спасибо что вы слушали спасибо большое готовы ответить на ваши вопросы но я с удовольствием прослушал доклад видно что сам человек делал недостаток ну недостаток следует из его достоинств дело в том что вы помните есть у нас три уровня синтаксис семантика прагматика и и в принципе синтаксис это как вы делаете что собственно сейчас и рассказали это может быть очень интересно тому кто это делает но когда вы представляете эту информацию для защиты скажем диплома или так далее то людей интересует два верхних уровня прагматика и семантика а синтаксис их не очень-то и интересует поэтому когда вы слишком много вот такой мелкой информации даете вы во первых затягиваете доклад не успеваете все рассказать но вторых люди начинают немного скучать но еще расскажу мне очень понравился ваш доклад я с большим удовольствием его прослушал все спасибо спасибо большое спасибо вам большое нам очень нравится тема над которой мы работаем нам действительно интересно выполнять эту работу вот наслаждаемся все вместе сидим над этим кодом разбираем что можно использовать что нельзя вот как раз вы нам тоже сказали про алгебра дифференциальное уравнение мы сидели разбирались как отражается проверили то что до этого сделали для всех случаев и вот решили что нет смысла показывать несовершенные случаи а действительно надо отобразить именно конечные итоговые самые хорошие библиотеки да очень хорошо да все большое спасибо 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 еще желающие выступить не туда ну раз желающих не на следующий занятий на конечно конечно ну тогда раз больше желающих нету тогда давайте мы завершим очень интересный доклад я с удовольствием еще раз скажу прослушал до свидания а можно вопрос задать просто ну вот как бы уже долгое время с вашим предметом занимаемся соответственно и там где у нас мат статистика и мы разбираем вот эти всякие задачи решаем именно в джуле раньше с этим языком не работал